Всем привет! Сегодня я на приставке бинозавров и скелетов бинозавров и скелета мамонтов Пошлите, посмотрите Первый бинозавр Вот там его голова еще Первый бинозавр Бинозавр Пошлите, посмотрите Бинозавр Торий бинозавр Субтитры делал DimaTorzok 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 с дырочками специально, чтобы удобно было перетирать пищу. То есть они питались в этой самой тундурой степи, где было много-много, как степи дровы и всякой разной, питались травой. И в общем-то сами они бы никого и не обижали, но носороги животные не очень крупные и живут они не стадами, а по одному, поэтому они знают, что вокруг они окружены опасными, и носороги всегда на чеку. Если они видят что-нибудь подозрительное, на даризонте какой-то силуэт непонятный, который им не понравится, и если вдруг этот силуэт они принюхивают, нюхают очень хороший, если силуэт не пахнет другим носорогом, они разбегаются и бодают. У современных носорогов, за которыми наблюдали люди, были даже ситуации, что носороги бодали деревья. На всякий случай, деревья бодали, но чтобы деревья тоже не напали, чтобы особо подозрительно. Ну вот. В общем, оказывалось, да, что носорог бодает все подряд, поэтому ни одно животное с травмами никогда не приближается к носорогу. Ведь если начнешь нападать на носорога, носорог заметит тебя, скорее всего, первым и сам на тебя нападет. То есть его способ защиты это нападение. Носороги, хоть животные и не очень большие, они никогда не были предметом охоты человека, потому что человек носорог тоже боялся, но, скорее всего, очень уважал, потому что на стенах своих пещер люди изображают носорогов, но не как предметы охоты или питания, а как какое-то величественное, такое животное, которому, может быть, они даже поклонялись. Но все-таки в наше время волосатого носорога или волосатого слона уже не встретишь. Потому что сейчас они живут в теплых странах и пустая часть тут ни к чему. Но в древнее время, конечно, в наших краях эти существа здесь жили. Мы также здесь жили те животные, которых до сих пор можно встретить, тоже большие и волосатые, например, бизоны. Давайте все, что-то тоже была самка носорога, девочка. А бизон у нас явно мальчик. Это огромный здоровенный самец. Вот бизон, в отличие от носорога, в желудка, давит, ну, вообще-то как и корова. И пока мама занимается тюнышевым воспитанием, хотя у мамы тоже есть рога, конечно, на всякий случай, но все-таки главную функцию защиты на себя берет самец. Такой огромный бизон мог без труда заводать даже какого-нибудь пещерного льва, огромного хищника. И вот чтобы эта голова при водании не оторвалась от того, что она слишком большая нагрузка на него приходит, у него была очень мощная мускулистая спина, которая мышцами поддерживала эту голову. Посмотрите, из спины у него растут такие большие отростки, огромные. Эти отростки снаружи не торчали, как уголки, то есть снаружи мы бы их не увидели, если бы он был с мясом по бокам. К каждому такому отростку, смотрите, прикреплялось мясо с одной стороны и с другой стороны. Соответственно, это был огромный мускулистый короб, здоровенный такой. И получается, что вот этот бизон действительно был еще больше, чем он нам кажется, да, если бы мясо приделали бы еще пушистую шкуру, и здесь он был очень сильный. Но тем не менее, люди умели обоиться на бизонов. Конечно, не на такого гигантского самца агрессивного, к такому лучше было когда-нибудь ходить, но на каких-нибудь детенышей или каких-то ослабленных особей люди могли ловить. Они погнали стадо бизонов, и когда они начинали убегать, люди замечали, кто из них самый слабый, и уже на того и начинали обходы. То есть, параллельный ворот, загоняли какую-нибудь ловушку. Так вам кажется, люди могли выкипать яму в то время сами. Глубокую кризону яму, конечно, не могли. Почему? А потому что лопаты слишком большие, а не лопаты. А лопаты была в то время у людей? Нет. Я была. Соответственно, без лопаты такую большую яму... Даже бульдозеры. Да, и бульдозеры тем более не было. Во-первых, такую яму не откопаешь, например, вот такой палкой, как у меня, тяжеловато большую яму отступать, во-первых. А во-вторых, хоть и было лето в то время, можно было чисто выкупать хотя бы небольшую яму, но внутри почва была промерзшая, поэтому без бульдозера действительно большую яму не выйдут в любом случае. Поэтому люди забрали естественные ловушки. Ну, например, обрывы найдут, возле речки обрыв, и уже туда можно гнать какого-нибудь бизона, если что. А если же такие ловушки, где сначала отгоняют мамонта или там других животных к тому месту, где спрятаны огонь? Да, да, они специально гнали, значит, от этого отставшего бизона в то место, где кто-то его уже поджидал. Естественно, люди были хитрые, то есть они даже не только силой и оружием, сколько мазками-то не хитряли бизонов. Да? Да. Ну, были такие деревья, у которых есть полный пирог. Пирогочка. И они сделали из палок такую ловушку, что они в этой ловушке, и ее... ну, палка в этой ловушке. Они вот там пересунули этот ловушку, когда сижу, я заправлю. То есть много разных изобретений люди придумали. И люди то в то время были уже такие же умные, как и мы, да? Если мы можем изобрести какую-нибудь интересную ловушку, то естественно, в то время люди тоже, конечно, это все изобретают. И он сразу упадет на ловушку. И еще такие методы охоты. Да. Можно откопать ловушку, и закрыть ловушку, и закрыть ловушку. На нее пойдет, и не пойдет. Можно. Только не самому раскопать, скорее найти какой-нибудь природный обраг, да, и уже его закрыть ветками, и тогда действительно может собраться какая-то крупная добыча. Ну, то есть получается, что люди могли открыть бизонов. Понятно, что не самых больших таких вот, но нет. И еще совсем недавно люди так же примерно охотились на бизонов в Северной Америке. Там жили индейцы. Наверняка вы слышали про таких людей, да? Индейцы. Американские. Значит, и они жили себе там припеваючи, уважали природу, так же как в древнее время. Потому что наличие бизонов зависело жизнь человека. Если бы люди перебили всех бизонов, то им просто было нечего есть. То есть они уважали бизонов, и когда индейцы ловили такого вот животного, но может чуть поменьше, конечно. Люди использовали его полностью. То есть мясо съедали. И шкури, что делали? Они какие-то шури. Они какие-то шури. Они какие-то шури. Они какие-то шури. Да, можно делать одежду, сумку, шури, шашку, все что хочешь. А из костей что можно делать? А из костей можно сделать, потому что он, например, съел. Скавчик? Ну. Конечно. Оружие. Оружие. Да, можно сделать наконечник пацьян, наконечник стрины. Можно сделать, ну, прям совсем дом, конечно, из его костей. Но можно сделать какие-нибудь предметы быта. Например, ложку. Может быть даже тарелку. А из рога можно пить. Из рокового чехла. Просто из чашки. Да, можно сделать ложку тоже из рога. Шереп использовали в ритуалах. Могли делать гусы из костей даже красивые. Вот. То есть разные всякие. Представляете, получается, весь песок не пропадал. Ушел весь в кровь. Неплохо что-то все время делали. Вот. То есть все было неплохо. Но когда европейцы начинают заселять Америку, цивилизованные европейцы, они начинают борьбу с индейцами. Оказывается, индейцы не такие уж и глупые, но эти тоже разумные такие шкулы. Нет? И борьба получается слишком уж долгая. И поэтому европейцы начинают нечестно вести такую борьбу. Они начинают убивать не индейцев, а бизонов. Ведь бизоны были самой главной термовой базой для того, чтобы индейцам отмешить. Таким образом они просто стреляют в этих бизонов, нечестным образом их побеждая. И получается, что бизонов убивают не ради мяса, не ради шкуры, а по сути просто так. И бизоны в начале 20 века оказались под угрозой полного исчезновения. Почти всех бизонов просто так переубивали. Но люди вовремя спохватились. Несколько особей бизонов все-таки не убили. Их на моем взяли под охрану и начали разводить. Понятное дело, что их посадили в заповеднике. В дикой природе сейчас бизоны уже не встретишь. Даже у нас в Подмосковье есть заповедник с зубрами. Зубры это тоже бизоны, можно их посмотреть так. Но, естественно, там запрещена на них охота. И за последние 100 лет удалось почти нормально даже восстановить с зубами. Но, конечно, их еще не так уж много, чтобы отпускать, чтобы они везде бегали. Но, тем не менее, со всем угрозой вымирания они уже не находятся. Просто их все равно не очень много для дикого животного. То есть, хоть люди и почти что истребили этот вид, тем не менее, людям удалось его восстановить. И получается, что бизоны в наших краях, в общем-то, немного выживают. Они покрыты тоже густой шерстью. И даже зимой чувствуют себя вполне комфортно. Но некоторых других животных люди все-таки истребили полностью. Хотя те, в принципе, удачи 9 лет. У нас есть голова Кура. Ух, из-за этого быка. Конечно, не настолько большой был, как наш бизон. Все-таки бизон у нас, тем более, один из самых крупных. И, в целом, дуры были немножко поменьше, чем бизоны. Поэтому люди на них любили охотиться еще больше. Но рога дуры были направлены не вверх, как у бизона, не туда, как здесь лежит у нас голова, а были направлены вниз. Потому что, посмотрите, если мы голову поставим нашего дуры так же, как голова бизона сейчас у нас находится, то есть носом вниз ее опустим. Но и рога тоже опустятся вниз. И, смотрите, вот так вот будут рога, да? Как будто бы специально для какой-то мелкой живности. Например, если волки заходят на пасть, то такими рогами наклоняются вниз, будет очень удобно западать этих самых волков. Таким образом, в общем-то, в природе туров жилось неплохо. Но количество людей постоянно возрастает, возрастает, и они все больше и больше охотятся на этих самых турах. Глаза, вот этих глаз, вот порой глаз. Чтобы во все стороны видеть, не бежит ли где какая опасность. Хороший обзор у меня широкий. Да, и у мамы тоже широкий обзор. И вообще всем животным, которые являются предметом охоты, им, конечно, нужен этот широкий обзор, чтобы хорошо во все стороны видеть. Вот. Значит, что я говорила? О том, что люди постепенно истребляют туров. Но все-таки во всяких европейских легендах, и даже русских, в общем-то, легендах, про, например, Юмуромца, можно встретить упоминание про туров. То есть этих животных люди встречали уже цивилизованные люди. Это было обычное лесное животное, в общем-то. Но, тем не менее, в 17-м веке самое последнее стадо туров тоже вымирает. Их описывали как, в общем-то, таких нормальных диких коров, которые паслись на лугу все время, летом. Зимой хотели жить в лесу. В лесу все-таки больше каких-то бочек, может быть, да, например, деревьев. То есть больше скорого зимнее время. Вот. Но все-таки хоть в дикой природе люди туров и полностью устребили, но люди очень любили туров, поэтому они приручили их. И наши домашние коровы, причем любые коровы, и самые большие, и рогатые, которые в Индии живут, и поменьше, которые пасутся у нас на лугу, это все внучки вот этого вот дикого тура. То есть тур все-таки хоть в диком виде вымер, но в домашнем виде сохранился и до нашего времени. Ну, хоть вымер он благодаря человеку, сохранился он тоже благодаря человеку, да, в домашних условиях. Ну, а теперь давайте посмотрим на рисунки для людей. Какие люди из рисования? Очень даже красиво и реалистично. То есть, посмотрев на эти картинки, мы с вами сразу понимаем, кто это такой перед нами. Вот это у нас кто такой? Пизу. Он только что прям видели. Вот можете оглянуться и посмотреть на его рога. Буквы, они даже так же выглядят. Мама, мы тоже сразу узнали о таких животных. Знаете? Мы сегодня их не смотрели, но вы их наверняка знаете. Я знаю. Да. Да. Вот. Козлы. Козлы точно. С острыми рогами какие-то козлы. Вот. Люди рисовали очень красиво. То есть, получается, что даже не каждый современный человек нарисует такую картинку. Да. Это будет бизон. А почему они рисовали? А рисовали они разные природными красителями. Ну, черный цвет вообще легко определить. Это укрыль просто. Да, риска старая. Красную краску или такую коричневую краску можно будет взять, например, хну или окру или даже какой-нибудь дорогой друг крино, например. Бывает крино такого красно-коричневого цвета. Да. Вот. А потом еще можно было нарисовать мелом. Действительная краска, например, нужна. Ну, и в общем-то, я в чапку, что найдешь, можно было вот что-нибудь изобрать. Вот. Ну, в почте, да, я в грязну, наверное, в почте. Можно было прожить животных, например, вставать. Но это не просто, конечно, видно. Ну, понятно, что перед вами сейчас висят кемографии, да, то есть это не настоящая пещера перед вами тут стоит. Эта пещера находится в Испании, называется она Альдамира, и они рисунки нарисованы на ее потолке. И люди обнаружили их даже не сразу. То есть люди приходили в эту пещеру, изучали ее, видели, что там есть признаки древних людей, которые там раньше жили, и не сразу догадались посмотреть на потолок. Это была точка учета, которая первый раз жили. Первого было, на потолке, значит, такие рисунки. Как человек туда вообще забрался? Ну, сколько из дверей, в принципе, не росло, лестницу построить было, жило. Может быть, даже другие люди как-то подвешены. Может быть, то есть нужно было что-то еще придумать, да, чтобы зарисовать их на потолке. А почему, как вы думаете, с чем они на потолке рисовали? Почему они просто на стене? Потому что у них в пещере нет картины. То есть, может быть, это была картинная галерея. Если бы все подряд заходили в эту пещеру, то, конечно, все, как мы сейчас трогали этот рисунок, и красный, конечно, бы стерлась постепенно. То есть, рисунок показался благовечным. То есть, лучше было нарисовать их на потолке, и тогда рисунок будет благовечным. И он действительно сохранился через даже 20-30 лет. Ну, 20-30 лет прошло, и рисунок до сих пор сохранился, получается. Вот, то есть, а зачем они вообще рисовали, как вы думаете? У них телевизора не было. Телевизора не было, книжек не было, энцикловидей не было, даже зоопарка не было. Чтобы увидеть дикое животное, ну, в природе, конечно, опасно немножко встречать такое существо, лучше было его нарисовать и показать своим детям. Не было, наверное, не было. Да, ну, они даже не рискнуть еще не изобрели. То есть, когда они рисовали картинку, они помогли быть вишами, витон, потому что у них не было бога еще в то время. Но они могли рассказать что-то по этой картине, правда? Но, с другой стороны, может быть, это было даже не в целях образования, а в целях каких-то более религиозных. Например, они уважали этих животных, они их вычитали. И они как-то задабривали, валились этим животным, чтобы охота вросла успешно. И все это награживаются, еще будет вам детям. Еще какой вопрос? Ну да, жили, в принципе, на севере. Но они, на самом деле, мамы-то жили даже здесь, в Москве, просто здесь тогда было гораздо холоднее. Вот. То есть, получается, что люди в то время, хоть у них не было естественности, не было технологий, но на самом деле они были все равно такими же, как и мы, были очень умными, разумными и умели даже рисовать. То есть, даже искусство в то время развивалось, да? То есть, они у них было что-то прекрасного. Рисовали очень реалистично и подробно. Так. Ну, в целом, на этом наша экскурсия заканчивается. Что-то еще какие-то вопросы есть у вас? Можете спросить тогда? Да, если я отменицовую. Спасибо. Пожалуйста.